В Махачкале 16.45 в студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Бедернисия Гусейнова. Здравствуйте. Сегодня в Сочи продолжает работу форум молодежи мира с участием более 20 тысяч делегатов со всех стран. Дагестан также стал частью фестивальной площадки. Это единственный субъект СКФО, получивший право принимать 50 тысяч иностранных представителей молодежи из 33 стран на своей земле. Делегаты приняли участие в деловой и культурной программе, посетили Дербент, Бархан-Сарыкум, Сулакский каньон и многое другое. Сегодня на площадке Рия-Дагестан прошла пресс-конференция с участием регионального этапа 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Под руководством временно исполняющего обязанности председателя правительства Абдусама Дагамидова обсуждены вопросы реализации в республике приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как говорили по этим образцовым дворам, мы оставили пример и за благовременно подготовить всю программу, все документы для участия в 2018 году. Создание комфортной среды не ограничивается ремонтом дорожного покрытия. 112 дворов и 23 территории общего пользования намерены благоустроить до конца года по всей республике. Такое заявление сделали на брифинге в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. 19 октября в Махачкале состоится открытие самого большого на площади музея «Россия. Моя история». Завтра в 17 часов в Миннации республики презентация новых книг на национальных языках Дагестана. Она проводится в преддверии Дня дагестанской культуры и языков, отмечаемого в регионе 21 октября. Завод по производству концентрата сока из фруктов и винограда строится на территории бывшего совхоза «Калининский» в селе Даркуш-Казболяр Сулейманстальского района. Проект возводится за счет средств частного инвестора. Запуск перерабатывающего предприятия запланирован на следующий год. Новости культуры Завтра в национальной библиотеке вечер, посвященный 250-летию со дня рождения классика лезгинской и дагестанской литературы 17 века Саида Качхюрского. Вести спорт Шестеро дагестанцев принимают участие в чемпионате мира по паре-тэквондо, который стартовал сегодня в Лондоне. В составе национальной команды действующие чемпионы России. Погода В ближайшие сутки в Махачкале ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 13-18 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 14-16 тепла.